Копьё И поставили охрану, чтобы, не дай Боже, ученики не унесли это тело, и обман о том, что Он Сын Божий, стал меньше того обмана, что Он воскрес, и наступила тишина, суббота, непонимание, как будто бы казалось, что Господь проиграл, что Его план не состоялся по спасению человечества, как будто всё потерпело крах, и стало ничего не ясно, ничего не понятно, до тех пор, пока женщины не пошли ко гробу, чтобы помазать Его маслами, и вдруг они приходят и видят камень отваленный, и гроб пустой, и ангел говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Нет Его здесь, Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, халлилюя! И стало всё ясно, и стало всё понятно, что смерть не могла одержать победу над жизнью, что Он смертью смерть попрал, и вырвал у ада жало, которым являлась смерть, и подарил нам воскрешение. И мы сегодня чествуем нашего Господа, и мы сегодня говорим, и восклицаем, Христос воскрес, и отвечаем, воистину воскрес! Друзья мои, но воскресение Христа, это не вся история Пасхи, это её доброе окончание, это её победа! Ведь если бы Христос не умер, то не было бы никакого воскрешения. И вообще, если посмотреть на прообраз Пасхи, еврейский праздник Писах, то там вообще о воскресении нет никакого и повествования. Пасха – это отменно смертного приговора для тех, кто взял однолетнего ягнёнка и кровью его помазал косяки своих дверей. В Новом Завете Библия говорит, первое послание к Коринфянам, пятая глава, седьмой стих, Пасха наша, Христос, заклон за нас. Знаете, что я говорю? Что Пасха – это не событие, Пасха – это личность, которую мы сегодня празднуем, друзья мои. Некоторые празднуют события и забывают о той личности, которая виновна во всём. Забывают о том, кто совершил это восхождение с Хреста на небеса. Но мы сегодня знаем, что Пасха – это личность, которая отменила наше наказание в виде смерти и подарила нам награду, вечную жизнь. И давайте сейчас прославим эту личность и никогда не будем забывать, благодаря кому мы сегодня спасены. Мы не спасены благодаря событию, мы спасены благодаря личности, имя которой Иисус Христос. Аминь. Если задуматься, то можно увидеть, что в воскресенье вообще нет никакой заслуги Иисуса Христа. Вообще никакой заслуги. Он был мёртв. Господь его исцелил из мёртвых. Так и написано в послании к Ефесянам в первой главе, из 19 стиха я читаю, «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив, одеснуя Себя на небесах». Здесь не сказано, что Иисус воскрес. Здесь сказано, что Господь державной силой Своей воскресил Его из мёртвых. Мы видим, что никакой заслуги в воскресении самого Иисуса Христа практически нет. Но есть то, что совершил Сам Иисус Христос. Он примел, принял смерть. Так и написано в первом послании к Орифинам, в 15 главе, в 3 стихе, «Ибо Я первоначально преподал вам, что и принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию». И мы читаем в Евангелии о давлении, которое было оказано на Христа, когда Он молился в Гефсиманском саду. Уже перед тем, как Ему быть распятым на кресте, мы видим, что Он пережил сильнейшее давление на Себя. И Он принял эту смерть. Он подавил свою волю. Вы помните, Он говорил Господу, «Если возможно, пусть сия чаша минует Меня, но, впрочем, не Моя воля, но Твоя». Знаете, смерть на кресте – это уже последствие той смерти в Своей воле, которую претерпел Иисус Христос в Гефсиманском саду. Он совершил подвиг. Он отставил свою волю и принял волю Господа и нашего Отца. И сказано, что на подвиг души Своей Он взирает с довольством. Именно это был истинный подвиг Иисуса Христа – принять смерть за все человечество. Невинный был обвинен. Безгрешный был осужден. Сегодня Слово также обращается к нам, каждому из нас. И просит нас, чтобы мы крестились в смерть Иисуса Христа. Чтобы мы так же, как и Он, может быть, умерли в своих похотях, в своих желаниях и в своей воле. В послании к кремлинам в 6 главе написано, неужели не знаете, что все мы крестились во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть. Друзья мои, для того, чтобы нам следовать сегодня за Христом, нам надо умереть своей волей. И принять волю Божью, благую, угодную и совершенную. И я скажу, что Бог не злой. Он совершенно не злой. Он не требует от нас самопожертвования, как нам кажется, чтобы мы оставили свои желания, чтобы мы оставили свою волю и приняли Его волю. Он хочет блага нам. И Он желает в каждом дне, в каждом часе, в каждой секунде блага для тебя. И Он знает, что только так ты можешь наследовать благо, когда ты умираешь в своих желаниях и воскрешаешь волю нашего Господа Иисуса Христа. А иначе твоя греховная плоть, она разрушит тебя. По-другому, если не умерев, если не сраспяться с Иисусом Христом, мы не можем наследовать благо. Он знает, что только так, если мы погреблись в Его смерть, если мы приняли эту смерть, и если мы умерли в своей воле, в следующем шаге мы вместе с Ним и воскрешаем. Так говорит Слово Божье, Римлянам, 6 глава, 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Для чего? И здесь расшифровывается для чего? Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Друзья мои, каждому из нас стоит пережить свою Пасху, пережить смерть и воскрешение с Иисусом Христом и ходить в обновленной жизни. Жизни, в которой есть трудности. Конечно, в жизни со Христом есть трудности, но не для того, чтобы тебя погубить, а для того, чтобы Иисус Христос прославился в этих трудностях. Жизнью, которая не только благословена для нас самих, но которая и благословляет других людей. Потому что даже когда мы будем проходить пустыню смертной тени, мы там будем отыскивать благословение. Мы там, где его нет, будем находить и приносить это благословение. Мы будем приходить туда, где есть смерть, и вместе с нами будет приходить в обновленной жизни жизнь. Жизнью, полной доброго плода. Победоносной жизнью, которая в любом случае заканчивается победой. Даже если сегодня, даже если сейчас наша жизнь не выглядит победоносной, по-любому мы с вами победители. Потому что Иисус Христос одержал эту победу на кресте, а мы, сонаследники этой победы, давайте воздадим ему хвалу. И нам трудно бывает креститься в смерть Иисуса Христа. Нам трудно бывает распять свою плоть. Нам трудно бывает умереть в своих похотях, в своих желаниях. Отставить свою волю и принять волю нашего Господа Иисуса Христа. Нам трудно это сделать, потому что наша плоть знает, что в присутствии Божьем ничего нечистое не устоит. Она не хочет, она противится идти к Богу, потому что она знает, что там ее ожидает крест, на котором она будет распята. Потому что мы приносим себя в жертву, в жертву благоугодную Господу. Но мы жертвы живая, и когда мы приносим себя на жертвенник, так как мы жертвы живая, мы всегда сползаем с этого жертвенника. И уползаем подальше от него, потому что мы живая жертва. И мы знаем, что нам трудно принять эту жертву, умереть. Как сложно порой отложить в сторону то, что тебе так хочется. Как сложно порой отложить в сторону те планы, которые сулят тебе благословение. Но если сказать по правде, ты не знаешь, как все закончится. Но Господь знает все. Знаете, однажды, когда Бог вывел израильский народ, тоже через Пасху, в землю обитованную, они были в пустыне, и Бог хотел открыться им. Он хотел, чтобы они все пришли к Нему, и Он стал их Богом, а они стали Его народом. В Божьем плане не было запланировано так, чтобы было священство. Бог хотел, чтобы весь народ Израиля был священным. Сегодня тоже в Библии говорит, что каждый из нас священник и царь. Мы царственное священство, и Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему. Но тогда, когда Бог позволил израильскому народу прийти к Нему, они не пошли. Они послали Моисея. Они пошли потому, что боялись умереть. Они знали, что ничего нечистое в присутствии Господа не устоит. Порой и мы так не хотим идти к Богу, потому что знаем, что у нас есть нечистые намерения. И мы боимся умереть в своих намерениях. Боимся умереть в своей воле. Нам трудно это сделать. Но Моисей пошел на гору, и он не имел никакого страха. И знаете, в Псалме 102 написаны такие слова. Псалом 102, 7 стих. Он, Господь, показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Знаете, мы все хотим иметь дела Божьи. Мы хотим, чтобы Бог проявлялся в нашей жизни и делал какие-то дела, которые бы благословляли нашу жизнь. Но есть гораздо больший уровень, когда Бог показывает пути свои. Как Он показал эти пути Моисею. И тогда ты начинаешь жить другой жизнью. Тогда ты знаешь замысел Бога. Тогда ты знаешь план Бога. Тогда ты становишься сработником Бога. И ты можешь даже повлиять на решение Бога. Как это сделал сам Моисей. Для нас сегодня абсурд. Как это можно повлиять на решение Бога? А так, когда ты умираешь в своей воле, ты становишься с Ним, соучастником Божьего плана. И ты начинаешь с Богом общаться и где-то влиять. Помните, как это сделал Авраам? Моисей прежде. Моисей, который просил Бога не убивать народ Израиля, когда тот согрешал и роптал против Бога. Помните, он говорит, я убью этот народ. Я изведу его и создам народ от тебя. И он сказал, послушай, а что скажут другие народы? И он в принципе уговорил Господа не делать то, что уже было решено. Помните Авраама, который узнал о том, что Бог хочет уничтожить Содом и Гамору. И он начал торговаться с ним. Он говорит, а если ты найдешь там 50 праведников? Он говорит, что сказал Господь? Уже объявив свое решение, что я хочу уничтожить этот город или эти города. Он сказал, если найду Авраам, не уничтожу. Он говорит, а если 40, не уничтожу. А если 30, не уничтожу. А если 20, не уничтожу. А если 10, не уничтожу. А если 5, он так не говорил. Но я думаю, что Бог бы сказал, не уничтожу. Я не знаю, как бы закончилась та история, если бы Авраам продолжал и сказал, Бог, пощади эти города. Может быть, Бог и пощадил. Мы становимся соучастниками. Мы становимся такие же, как Христос. Где Господь определил смертный приговор для человечества за грех. И каждый из нас, кто сегодня считает, что он не грешен, он уже рождается грешным. Сегодня люди говорят, где был Бог, когда Он допустил смерть моих родителей, смерть детей. Где Он был? Это не справедливость Божья. Друзья мои, но справедливость Божья заключается в том, что ты уже при рождении должен быть убит. Потому что Писание говорит, Бог сказал, за каждый грех смерть. Но ты уже рождаешься с первородным грехом, и по справедливости Божьей ты должен быть уничтожен. Но милость Божья превосходит справедливость Божию, и превосходит суд, и Господь дает нам возможность в течение этой жизни примириться с Ним, покаяться в своих грехах, и жить в обновленной жизни, и ходить в обновленной жизни. Что сделал Иисус? Он был на 100% Бог, но не забывайте, Он также был и на 100% человек. Он пришел на эту землю, и в принципе отменил приговор, ранее вынесенный Господом. Отменил своей смертью, отменил тем, что принял эту смерть на себя. И такого уровня мы достигаем тогда, когда мы сами можем умереть в своей воле, когда мы сможем свою плоть распять, распяться с Иисусом Христом и креститься в Его смерть. И знаете, благая весть в том, что Бог открыл нам этот путь, что Он сам уже, Иисус Христос прошел этот путь, и кто верует и доверяет Ему, Он также проводит по этому пути. Он умер и воскрес. Казалось бы, что со смертью настал конец, а нет, настало начало. И мы страшимся, и думаем, что со смертью все рухнет в нашей жизни. Друзья мои, но если ты доверяешь свою жизнь в руки Господу, то с твоей смертью, со смертью твоей воли, со смертью твоей плоти, все только начинается. Все самое лучшее впереди с Господом. Господь уготовил нам небеса, Он уже сидит одесную Отца, Он уже ходатайствует от тебя, Он уже в духе посадил тебя на небеса, и ты уже царственное священство, и ты уже записан в книгу жизни, если только примирился с Иисусом Христом. В каждом сердце Бог желает воскресить утраченную веру, снова зажечь надежду, подарить мир, который превыше всякого ума, и позволить ощутить радость спасения, подаренную нам в нашем Господе и Спасителе. Иисус Христос воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Давайте воздадим Ему хвалу, Он достоин! Сережа, ты уже проспал! Слава Господу! Давайте встанем, друзья мои! Не бойтесь! Не бойтесь, если сегодня вам кажется, что в вашей жизни что-то умирает. Может быть, вы сами себя чувствуете, как покойник сегодня. Может быть, вас привалили камнем. Может быть, вас обернули в пелено и положили в могилу. Но послушайте меня! За смертью всегда грядет воскресение! Халилюя! И если наш Господь Иисус, первый из братьев, первенец из нас, воскрес, то обязательно вместе с Ним, если вместе с Ним мы и погреблись, воскреснем и мы. И будем ходить в обновленной жизни. Воздаем Ему славу! Он достоин! Он достоин! Он достоин! Он достоин всей хвалы! И сегодня мы празднуем этот великий праздник воскресения нашего Господа! Субтитры создавал DimaTorzok